Всем привет, друзья! Ну что, во вчерашнем видосе я обещал вам, что сегодня будет жесткий боёчек, прям жесткий, и так оно и есть. Давайте же наблюдать. Играет у нас Яумамы балерина, танцор балета. Ссылочка на его канал будет в описании. Парень стримит, жестко играет, поэтому рекомендую ознакомиться с данным контентом. И, собственно, это уже вторая репочка, которую он мне заслал, причем с промежутком примерно в неделю. Предыдущий бой был на Объекте 279, он есть на канале, вчера вышел, можете посмотреть. Ждал выгодного предложения в премиум-магазине? Тогда вводи на сайте бонус-код GRANNI BURZA, и тебе станут доступны два блогерских пакета на выбор, базовый и расширенный. В каждом из них ты получишь польскую ПТ-шку 8 уровня WZ-66T BURZA. Танк с хорошими углами вертикальной наводки, высокой скоростью в турбо-режиме, быстрейшими снарядами и достойной лобовой броней. Вместе с ПТ-шкой ты обязательно получишь 2D-стиль цвета победы. Но и это еще не все. В расширенном наборе ты дополнительно получишь кучу плюшек, полный набор оборудования, кредиты, резервы и многое другое. Так что вводи мой бонус-код GRANNI BURZA и не упусти это предложение. Удачи в бою. А теперь ВК-72-01. Просто сыграть два таких боя с разницей в одну неделю, это, не знаю, прям должно гико повезти. Давайте смотреть. Скилл это везение или все-таки совокупность? Скилла плюс везение. Я, конечно, склоняюсь к третьему, но давайте смотреть. Танчик ВК-72-01. Карта Минск. Причем у нашего героя достаточно интересная сборка на ВК-хе. По-моему, во-первых, он серверным играет вроде, да? Судя по тому, как прицел тебя ведет. Да, играет он серверным прицелом, то есть такие небольшие задержечки есть и сложно достаточно выцеливать. Тем не менее, это ему, наоборот, не мешает, а даже, возможно, помогает наносить больше урона. Адаптировался, привык. По поводу сборки ВК-72-01 хотел сказать. Нестандартная сборка у нашего героя, потому что, что я, когда играл на ВК-72-01, брал отметки недавно. Что, когда играли на нем другие ребята, стримеры и не только стримеры, там, скилловики. Большинство выбирает, какую сборку. Одну единственную. Досл, турбина, досл, стаб и турбина. То есть, тебе обязательно нужен стабилизатор. Ты не можешь, как на некоторых других тяжиках, играть досл, турбина, закалка, например. Ты не можешь играть без стабилизатора. Типа, досылатель обязателен, стабилизатор обязателен. И дальше, по сути, у тебя выбор, ставить закалку, либо ставить турбинку. Вот, не знаю, может, там вторая сборка без закалки у балерины, но по умолчанию у него была именно сборка с закалкой. Я понимаю, конечно, что здесь там не особо, ну, карта такая, что не особо нужно кататься куда-то, да, там, в разные... Не нужны какие-то проезды, типа, приехал во дворик и дальше в позиционке стоишь. Тем не менее, то, что эта сборка стоит по умолчанию, это уже о многом говорит. И даже бы на эту карту я бы все равно всегда ставил досл, стаб, турбина. Потому что часто у тебя там команда, допустим, начинает побеждать, тебе куда-то надо ехать, торопиться, ты не успеваешь и так далее и тому подобное. Вот, поэтому все начинается с выбора нестандартной сборки. Вот, что-то здесь он пропустил момент, мог спокойно давать до этого в борт. Было видно, что Бабах как раз хочет, не знаю, может отвлекся на чат там. Может, это на стриме сыграно было и отвлекся на чат. Кстати, вот это вот риск необязательный был, потому что давать по Бабахе все равно не успевал. А вот получить от нее вертуху вполне себе мог. Пока что все разворачивается довольно-таки хорошо. Бой очень мясной. Всякий взвод БЗ-75, которые не особо опасные танки, у них мало ДПМ, они много не попадают, но при этом сами мясистые по 3000 хп. Бабахи 183 тут катаются, ВАЗик уже второй раз подставился. В общем, ситуация достаточно приятная. Никакая турбина нашему герою в этом бою, как оказалось, и не нужна. Потому что приехал в один дворик, вот буквально от базы проехал два квадрата и все. Дальше все действия в этом бою разворачиваются именно тут. Выстрел, вам кажется, что это за выстрел такой? Тупой в лоб башни Семеры. На что он надеялся? Надеялся он на пробитие и совершенно правильно делал, потому что у ВК-7201 самые жесткие снаряды среди всех тяжей по пробитию и среди всех СТ-шек. Такое же пробитие есть у 121Б, у М-60. Такое же пробитие кумулятивными снарядами. То есть 350 мм это такая фишка данного танка в том числе. И фишка, чем он еще, допустим, отключается от Е-100, например. У Е-100 пробитие 334. Кажется, что небольшая разница, но на самом деле она очень часто решает. Играть с такими кумулями намного приятнее за счет этого. Тут еще такая траектория как бы навесная. И за счет этого очень комфортно в плане пробития себя чувствуешь. В плане игры в какой-то позиционке, да, как правило, как правило, противнику тебя пробить сложнее, чем тебе пробить противника. Еще, видите, балерина, по-моему, наверх пушку немножко поднимает, потому что потом там в моменте бац, опустил резко. Вот вот эти вот прекрасные БЗ-75, которые тебе ничего не делают, это ты раз, два, три, четыре. Просто 3000 урона, как с куста на этих БЗшках нафармил. Очень приятные танки БЗ-75. Прям то, что надо. 6600 урона, опять-таки, до сих пор фуловый. Я не знаю, как балерина это делает. Что в предыдущей катке на 279, что в этой катке прошло 6 минут боя, дохренища урона и не потеряно ни одного ХП. Ни одного ХП не потеряно. Как это происходит, непонятно. Вот здесь вот тоже бабаха, видимо, там, не знаю, на масксете. А бабаха оказалась АФКшная, да? АФКшная. Досводимся, и снаряд летит в крышку корпуса и рикошет. Немножко фигово полетело. Ну ладно, вроде бы эту бабаху никто пока стрелять не может. Единственная проблема, что мы на нее тратим время. Следующий снаряд, кстати, поставил ББшку заряжаться. Дал пробитие на 680. 8000 урона. Все еще 0 ХП потеряно. Сейчас добиваем бабаху. И тем временем другой фланг немножко умирает. Концепт пятый там был особо без ХПшек. Да, Риноцеронто 228 ХП тоже осталось. И вся надежда на 268. А 268 просто поехал куда-то в атаку, в город зачем-то. Хотя надо базу уже дефить. Он куда-то полетел вперед. Что надо делать? Надо возвращаться на деф. Есть два варианта. Либо буриться куда-то туда, пытаться вот как Риноцеронто проезжать дальше. Либо оставаться в этом дворике. В принципе, остаться в этом дворике хорошее решение. Потому что оно позволяет сделать какой-никакой перекрестный огонь. То есть, если бы сейчас все втроем туда поехали, то там в моменте потом оказалось бы просто, что со всех сторон выходят противники. Также получается, что что-то контрит Риноцеронто, что-то контрит 268, что-то контрит наш герой. Опять-таки, 9000 урона. Не потеряно ни единого ХП. Я просто не знаю, как он эти бои находит. Откуда он их берет. Как он находится в тех местах, где нужно. Тяжелый танк. Огромный. Тяжелый танк. Большой. Броня есть. Только во лбу. Борта картонные. Корма картонная. 10 тысяч уже. Уже 10 тысяч, ребята. Уже 10 тысяч и 4 фрага. Че за жесть. Остается еще 4 противника, 2 из которых вообще не светились. Бабаха и Стерва. Две ПТшечки. Две ПТшечки где-то стояли весь бой на кимпе. При этом у Бабахи есть 2 фрага. То есть, это точно не АФКшник. Батчат что-то катается по спине. Жалко, не успеваем его тут подловить. И он увидел, что наш герой его выцеливает. Так бы мог немножечко потупить. И было бы хорошо. Стерва дает урон. Мы видим это, да. 400 влетело по 268. И причем Тайп-71 тыкнул, но 268 тыкнул что-то другая позиция. Потому что здесь в яме он получил. То есть, это однозначно откуда-то с центра дали. Стерва светится в кустах на нашей полке. Потому что Ринцеронт под нее подставился. То есть, ситуация все еще непростая. 268 куда-то туда-сюда катается. Непонятно зачем. ХПшки. Ну, Ринцеронту умер. Там две фуловые ПТхи. Бабаха может неожиданно приехать. Есть Батчат с барабаном. Который тоже может что-то выдать. 268 блайндит светится. Блин, здесь тоже вот Батчат. Все никак не ошибается. Катается где-то там на Дальке. Не подкатывается, не ошибается. Это неприятная ситуация. И еще и в моменте сейчас взял, проехал в засвете. А Балерина его не смог зацелить. Может быть в эту ошибется. В этот проезд. Нет, вроде пока что не ошибается. Тем временем светится стерва. Стерву засветил 268. Наверное, повезло. Успеет ли залететь? Не стал даже стрелять. Не стал рисковать. Не знаю. То ли понимал, что не успевает. То ли бережет снаряда. Хотя, ну, снарядов еще дофига. Может не хотел просто рисковать. Пытается что-то начекать. Батчат опять. Как же... Я вот представляю, как в этот момент этот батчат бесил. Просто как же он в этот момент бесил. Подставляется стерва. Хорошо, что она так выехала. Отлично. Но даем ей урон. Супер. Наконец-то. Уже 11 тысяч урона. Не потеряв ни единого хп. 268 дает тоже. Выходит просто из-за угла. Дает. Остается стерва ваншотная. Но главное, кого мы боимся, это бабаху. Где... Да хотя и батчата тоже боимся. Просто в любой непонятный момент выезжает батчат. В любой непонятный момент выезжает бабаха. И вот она, бабаха находится. Сразу летим. Заряжаем фугас. Она сразу пытается от нас убежать. И... 268, кстати, на пофиг. Сейчас выходил на стерву. Мог умереть. Не успевает. Не успевает нормально балерина добить бабаху. С этой стороны батчат. Он просто постоянно появляется где-то хрен пойми где. Все. 268 умер. 268 умер. Мы в окружении трех танков. Получаем свой первый урон. Стерва осталась на месте. У нас ББшка. Все. Спокойненько забираем. Что дальше делать? Дальше летит балерина вперед. Сзади бабаха. Спереди батчат. Ай, вкусно. Ай, вкусно. Получает урон от бабахи на 1800. Но забирает батчата. Тут даже не знаю, какое было более правильное решение. Более правильное решение было, конечно, 268-му не сдыхать. Это было бы идеально. Но так как 268 сдох, даже непонятно, что надо было делать. Вот они, где пригодились наши хпшки. Вот они, где пригодились. Кстати, здесь сейчас был такой достаточно опасненький выстрел. Если было бы не пробитие какое-нибудь там условно на 500, то бабаха могла бы и на пофиг рискнуть. 12 800 урона. 7 фрагов и пвп с бабахой. Ты для нее ваншотный, она для тебя ваншотная. Но, опять-таки, она на фугас ваншотная. Тут еще... Тут еще ничего не ясно. Потому что, если ты будешь стрелять кумулем, альфа не пройдет. Все, она тебя убьет. Поэтому надо стрелять фугасами, надо выцеливать обязательно башню. Решает рискнуть. Решает рискнуть. Проехал... Не многие знают про этот проезд. Поэтому ожидал, что бабаха будет целить либо этот выезд, либо тот выезд. Но ее нет. И непонятно, где она. Непонятно, что она делает. Непонятно, куда она поехала. Есть вероятность, что она осталась там в этой перемычке. А если нет? А если не осталась? Выезжает, не видит. Вот куда она уехала? А может, она вообще уехала к себе на базу? Могла куда-нибудь уехать вообще? Может, в А0 уехала? Может, на нашу базу уехала? Где она? Что она делает? Перемычки вроде нету. Рентген бы был. Пытается, пытается нащупать. Аккуратненько сломал. Эту, это тоже ошибочка, да? Рискует уже, рискует, ищет. Минута осталась. И она светится оттуда, где мы приехали. Ну, это было... Это было прям вот, знаете, на спокойствие. Давайте прям вот этот момент даже немножечко пересмотрим. Потому что она, когда выезжала, у нее тоже... У нее орудие было как бы немножечко в другую сторону. Ну, тут сейчас бы момент был максимально на спокойствие. Давай я вот так вот. Я сейчас в замедленном буду. Так вот. Погнали. Реакция, разворот. Ну, бабаха успевает быстрее. По идее. Она могла сейчас давать. Но видите, обратите внимание, у нее башня тоже смотрит немножко в другую сторону. Потому что она может тоже в снайперском прицеле выходит. И когда в снайперском прицеле выходишь, у тебя задержка же с поворотами. И балерина не пытается... Не пытается моментально стрельнуть. Повернулся. Дождался, пока прицел догонит эту башню. И спокойно успел выстрелить, выдать. Как оказалось, хп-шки пригодились. Просто весь бой, посмотрите, просто все зелененькое, зелененькое, зелененькое. Потом раз, два, три. И все. И дальше зелененькое. Просто в моменте 3 урона получил. Весь бой берег хп-шки. А представьте, вот где-то бы он получил тычку какую-нибудь от супер коня. И все, этого боя бы уже не было. Или от WZ-55 его там пробил бы. Или ИС-7 бы дал. Не было бы этого боя. Хп-шки сохранил. Закалка пригодилась. Хп-шки сохранил. Бой сумасшедший. 13600 урона. Вообще какие-то космические. 8 фрагов еще заполучил. Давайте смотреть вот так вот результаты. По медалькам не очень много. Но сами цифры впечатляющие. Сами цифры. Я больше 13000 не давал. 12800 у меня рекорд. А тут 13800. Еще и 8 фрагов. Еще и затащенный бой. Один против троих. Ну это прям то, что надо. Короче, WK-шка была. Есть и будет крутой. Балерина красава. Топовые бои какие-то играет. И при этом хп не терять. Я не знаю, как он это делает. Ссылка на него в описании. Также напомню, что по ссылочке в описании там есть еще мой второй канал. Грани бестов с лучшими боями. Где мои хорошие бои выходят. Не такие, конечно, жесткие. Хотя близкие к этому бывают иногда. Но все мои хорошие бои со стримов тоже можете смотреть. Кому интересно. Всем спасибо, кто смотрел. Обнял, приподнял. Подписывайтесь. Кто не подписан. Колокольчики прижимайте там на телегу. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Увидимся в следующих видосах и стримах. Всего доброго. Обнял, приподнял. Пока. Вот так вот. Да. Субтитры сделал DimaTorzok